В движении. Кажется, что к нему подключили моторчик. Надо ли ругать его? И главное, что кроется за этой неугомонностью? С такими вопросами обратилась ко мне Анна, мама замечательной Полины. Здравствуйте. Ну, расскажите, Анна. Я, конечно, не врач, не могу ставить диагноз, но мой ребенок постоянно в движении. Очень много энергии, иногда не могу угомонить. Ну, что такое гиперактивность и что за ней скрывается? Будем выяснять вместе с психологом Полиной Суховой. Тезка, Полины, идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди сюда, Полина. Скажите, пожалуйста, Полина, нужно настораживаться маме или просто набраться терпения? Впервые о гиперактивности детей заговорили в середине 19 века. Уже где-то в 20-м столетии, в 80-м году гиперактивность занесли как самостоятельное заболевание. И занесли в международную классификацию болезней. Выражается это в том, что ребеночек, ему трудно сконцентрироваться на чем-то одном, на каком-то объекте. Это учеба страдает, наверное. Обязательно. И отсюда, конечно, выливается плохая обучаемость и даже страдает у нас память. Вот мы здесь конфетки достали или это даже жвачка? Как раз ученые серьезно исследовали этот вопрос. И на первое место они ставят, почему изменяется ребеночка поведение в сторону гиперактивности, это как раз из-за жевательной резинки. Именно желтых, красных и зеленых цветов. То есть где содержатся искусственные красители? Жволин, нет? Я горечески не даю ребенку, потому что считаю, что это правильно делается. А конфетки, сосульки, что-то яркое. Ну вот здесь тоже надо посмотреть именно на искусственные красители, потому что именно искусственные красители, кстати, может быть даже в зубной пасте где-то. Второе, это у нас... Сырки. Да. Глазированные. Сырки. На самом деле там мы все знаем, что мало чего полезного, да? Творог, не творог, шоколад, не шоколад. То есть это не творог, как мы себя дотешим, иллюзия. Абсолютно, да. Тем более там много, опять же, усилителей вкуса, опять же, химии очень много. И сахара много. Сахара, соответственно. Поэтому, что я рекомендую? Если есть время, если есть желание, обязательно дома хотя бы раз в месяц приготовьте сырки домашние. Из настоящего творога. Можно белым шоколадом облить. Это так им нравится? И налаживается контакт мамы и ребенка. Теперь открывай третью коробочку. И третья причина, которую выявили ученые, это... Здесь всего лишь помидорки. Да, это томаты. В томатах содержится такое вещество, как силицилаты. Во-первых, возбуждается нервная система, дыхание возбуждается, и происходит дисбаланс кислотно-щелочной среды. В сторону кислой среды, соответственно, и даже может выработаться такая болезнь, как ацидоз. Но это надо сколько съесть? Но! Ведь мы же не помидорки детокам даем. А что мы даем? Кетчуп. Конечно! А там, кроме этого, еще силицилатов находятся красители, усилители вкуса. То есть убрать, в первую очередь, кетчупы, да, какой бы он хороший ни был для ребенка, все-таки гиперактивного, это не рекомендуется. И те блюда, где содержится томатная паста. Спасибо большое! Вам здоровья! И будьте хорошего настроения! Спасибо! Спасибо большое! Спасибо!